Презентация книги «Брестская епархия. История современной» собрала в Центральной городской библиотеке имени Пушкина большое количество гостей, увлеченных историей, тех, кому интересна православная жизнь Брещины. Издание появилось всего несколько месяцев назад, однако до сих пор оно вызывает неподдельный интерес не только в среде ученых, но и простых обывателей, читателей, любящих историю и слово. Вот эта встреча организована в рамках духовно-нравственного и проститического проекта «Виноград». В рамках этого проекта мы проводим различные встречи с духовенством, мы проводим встречи со школьниками и нашим проектом довольно-таки заинтересовались наши другие участники проектов и в частности это проект «Брест на распашку». Наши женщины из проекта «Брест на распашку» это берестейцы. Вот им было очень интересно. 30 лет с момента возрождения, много это или мало. Для истории это практически мгновение, а соотнося с жизнью человека внушительный серьезный отрезок. Каждая фотография, каждая важная дата в этой книге это целое событие, ведь за три десятилетия в регионе выросло целое поколение молодых людей, которые сегодня посещают храмы, активно участвуют в жизни церкви. Благотворительные акции, встречи, крестные ходы. Каждая веха это что-то важное, что сегодня необходимо передавать дальше. Деятельность церкви это не только богослужение и работа с людьми на территории храма, но распространяется она и в разные сферы. И вот сегодня мы с вами, слава богу, здесь встречаемся. Это не территория храма, это территория библиотеки. И те, кто может быть по каким-то своим религиозным убеждениям, потому что не обязательно сегодня могут на этом мероприятии присутствовать люди православного вероисповедания, люди, которые интересуются историей, интересуются религией, может быть они не имеют возможности прийти в храм, стесняются. Здесь это как раз хорошая возможность для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы показать, что такое православная церковь, ее деятельность. Открытые диалоги со школьниками еще одна важная страница в реализации совместных проектов. Здесь к библиотекарям и представителям духовенства подключаются педагоги и школьники. Контекст общения как духовно-нравственное воспитание, так и общая знакомительная составляющая. Например, в рамках встречи в средней школе номер 3 ребята смогли узнать о том, как развивалась православная и духовная культура в Бресте с 18 века и до наших дней. Конечно же, это важно для того, чтобы подрастающее поколение знало наши истоки, откуда мы берем свое начало до нашего духовной жизни, которая играет немаловажную роль в жизни не только человека, но главным образом и подрастающего поколения, чтобы они не увлекались какими-то течениями, которые могут избить истинного пути, а знали, как следует идти. И, конечно же, духовность, она к этому нас и ведет. Раньше в основном такие встречи проходили на базе нашей специальной библиотеки филиала. Встречи были со взрослыми, но сейчас мы решили сделать добрые традиции уже, работать с подрастающим поколением, то есть с нашими школьниками. И это только часть большой планомерной совместной работы, которая проводится в областном центре. И пусть это не всегда какие-то масштабные мероприятия, а локальные инициативы, зато у таких встреч есть обратная связь, есть живое общение, откровенные вопросы и ответы, которые помогут пытливому уму найти правильный вектор мыслей, чтобы добро и внутренняя опора не сломились под натиском сомнений и домыслов. Продолжение следует...